Я буду кратко напоминать условия задач, совсем кратко, то есть кто наверно не знает условия задач будет иметь слабое представление о задачах, но условия задач можно найти на нашем сайте, можно спросить у друга, если хотите уточнить, думаю будет понятно. Окей, будем идти по порядку по задачам, то есть не будем идти от легкой к сложной, сортировать предварительно, не надо нам это дело. Ну и начинаем мы с задачи А, интерактивный замок. Эта задача была у нас с прошлого финала, ну мы дали начальный финал, чтобы вы играли с интерактивной задачей. Ну и дальше сходится к следующему, а то есть нам ее зачем разбирать? У нас еще будет предварительно, давайте просто пропустим, чтобы не тратиться время. Вместе с этим разбором у нас будет выложен разбор прошлого финала, и там в принципе задача, интерактивный замок будет разобрана, так что можно ее сейчас и не тратить на это время, разбор будет собственно вместе выложен вместе с этим разбором. Отлично. Задача B, skip. Задача B, skip. Это задача, ну вот задача на чей-то персонал, они не готовились нами, они набирались и задач, которые были до этого где-то использованы, где-то нами сделаны, где-то нами приобретенные. И вот задача B, skip. Была предложена мной на республиканскую олимпиаду какого-то года, наверное 2014-го, но могу ошибаться. И была оттуда, в принципе, ограничения у нас такие же. Что задачи нужно было сделать? Задачи нужно было сделать, у вас на конвейере лежат товары, вы можете один раз каждый товар переложить изначально ленты в конец ленты, потом в этом порядке все товары начинают пробиваться, и каждый каждый товар вам отдается бесплатно или там, да, бесплатно. И вам нужно, зная стоимость каждого товара и как они изначально лежат на ленте, определить оптимальную стоимость, за которую вы можете привезти все эти товары. Так вот, что будет происходить? Здесь очень непросто на самом деле. У нас лежат какие-то товары на ленте, то есть у нас есть товары на ленте, ну не знаю, давайте вот так их обозначим, какие-то абстрактные товары, там разные есть. Ну и значит в какой-то момент времени, вот у нас сейчас подошел какой-то товар, в этот момент времени мы его можем либо заплатить за него, его стоимость, ну то есть пробить под чеку его, либо переложить его в конец на нашей очереди нашей ленты и, соответственно, прийти к следующему товару. Ну и когда его сейчас подойдет в следующий раз его очередь, мы его уже прикладывать не сможем, мы его обязательно должны пробивать, то есть каждый товар можно приложить не более одного раза. И вот здесь хочется такую вещь знать, что вот когда я подошел к текущему товару, я хочу знать, за сколько я буду пробивать этот товар, если он сейчас пойдет в чек, то есть я хочу знать, каким по счету он идет, то есть я хочу знать его номер, его номер, которым он будет в моем чеке. Но для этого, во-первых, что мне нужно знать, мне нужно знать, сколько товаров было до этого, то есть для этого я уже мог какие-то товары тоже обработать и кого-то количество товаров купить. Ну, из-за этого я могу понимать текущий номер. Вот, то есть это, если я буду знать, сколько товаров было до этого и сколько из этих товаров я уже переложил в конец очереди, тогда я могу этот номер вычесть и могу понять, а будет ли он мне по скидке или будет он куплен за свою цену. Отлично, это мы определили, а что делать с товарами, которые перекладываются в конец? Вот, ведь я не могу, то есть я не хочу хранить их список, тех товаров, которые перекладываются, потому что это очень долго будет по памяти и по стоимости, ну и по хранению, и по сложности, и по всем будет. Я вот хочу сделать так, чтобы вот когда товар перекладываю, я переложил его вот на новую позицию, и я хочу попытаться определить, а вот каким его будет номер в покупке в чеке после моего перекладывания. То есть вот когда я его переложил и до него дойдет очередь, то каким он будет по счету? Я прав? Я прав, да. Так вот, как это делать? Ну, мы сразу сказать этого не можем. По очень простой причине, потому что мы не знаем, а что же мы делаем с этими товарами. Перекладываем их, не перекладываем. Поэтому определить номер вот этого товара, который мы переложили, реально мы сейчас не можем. Но мы можем это сделать в том случае, если мы, то есть у нас на текущий момент есть что? Сколько товаров мы обработали и сколько товаров мы переложили дальше. Соответственно, если я буду знать, сколько товаров я буду перекладывать из этих всех остальных, то я могу бы ищить его номер. Понятно, то есть я знаю, сколько товаров осталось, сколько я товаров переложил до, когда я его перемещаю, сколько товаров у меня обработается вот здесь, знаю, сколько я остальных переложу дальше, и знаю, сколько товаров осталось до него, которые были вот так вот переложены, и, соответственно, я могу вычислить его номер. Если я знаю, сколько товаров дальше, я буду перекладывать. Ну и вот осознавая вот это, задача может решаться следующим образом. Я могу перебирать количество товаров, которые я переложу в общем. Ну, то есть я скажу, что я за все время переложу, например, только два товара. И тогда я могу делать динамику такую, что я подошел к этому товару сейчас, и я переложил из всех предыдущих ровно J товаров. И из этих двух, ну и дополнительно я еще перебираю какое-то M. M – это общее количество товаров, которое будет мой переложено в конец за все, ну, то есть за один раз, когда я пробегусь. Ну, из этих значений мы можем высчитывать номер. Ну, например, как будет высчитываться номер, ну, конкретно, а, ну, собственно, что будет в динамике. F и J, вот наша динамика. В ней будет храниться, ну, минимальная стоимость приобретения вот всех товаров до Итова, если я их буду покупать с учетом уже скидки. И с учетом того, что я их уже переложил. И те товары, которые я перекладываю, я тоже их сразу как бы покупаю, потому что я определяю их не номер. Ну, к примеру, давайте посмотрим, как мы определяем номер, когда я перекладываю товар И. Если до этого я переложил J, всего у меня будет прикладывание M. Ну, давайте попробуем. Значит, смотрите, всего, вот, когда я пробегусь до этого момента, у меня будет N минус M товаров. Вот здесь N такое, да? N минус M товаров я куплю сразу. Вот я прогнал по ВСИБУ, я M каких-то переложил, а N я купил, не перекладывая. То есть вот эти товары у меня сразу будут куплены. Дальше что происходит? До моего товара И будут находиться еще J товаров, которые я переложил. То есть я до И переложил их, соответственно, я перекладываю И, и вот эти вот J, они будут находиться раньше до И. Ну, и поэтому вот здесь у меня еще, получается, добавляется плюс J. Потому что вот эти вот J товары, которые я переложил до И, они также будут находиться до того, когда я переложил свой товар И. Ну, вот это вот будет номер. Ну, там номер, что мы считаем номером, там от 0 или от 1, считаем там плюс 1, что нужно сделать. Ну, и вот по вот этому номеру мы можем определить, а идет ли он катым по счету. То есть достаточно платно ли по своей стоимости, либо бесплатно. И определяя этот номер, я могу сразу считать, сколько мне будет стоить этот товар, когда я его переложу. И все, я как бы про него и забываю, перехожу просто дальше по своей динамике. В принципе, вот. Вот такой вот разбор. Ну, показательных переходов, я думаю, там должно все быть интуитивно понятно. Если есть какие-то вопросы, можете сразу по ходу задавать их. Если нет, то идем дальше. Следующая задача. Последовательность дробей. Мы выписываем все дроби, которые у нас есть. То есть там дроби вида А, Б. Такие, что А и Б взаимопростые. То есть нод А, Б. А, Б равно единице. Ну, то есть дробь у нас нельзя больше сократить. И что у нас А меньше Б. А меньше или равно Б. Ну, вот, выписываем все такие дроби по порядку. И записываем их в порядке возрастания Б. То есть первое у нас Б возрастает. А при равенстве Б мы делаем по возрастанию А. Ну, и у нас такая получается бесконечная последовательность дробей. Собственно, задача называется последовательность дробей. И нам нужно в этой последовательности найти КТУ дробь. Собственно, что, как решается задача, а, кстати, там не прощеточек, ну ничего страшного. Значит, как будет решаться эта задача, решается она следующим образом. Мы можем перебирать наше Б, то есть мы вот наше Б перебираем по порядку, там, начинает там единица и дальше. И для каждого Б я не буду пробовать подбирать все такие А. Для каждого Б я могу сразу определить количество таких А, которые мне будут подходить. Это количество чисел, которые взаимно простые с Б, а в интервале от одного до Б. Вот, это наша функция Эдитера, она поможет это сделать. То есть я могу сразу определить количество моих А, которые есть для конкретного Б, и сразу их пропустить, если это количество меньше, чем К. То есть если, вот мне нужно выяснить какую-то КТУ, я смотрю это количество, если это количество меньше, чем моё К, то я просто от К отнимаю это количество и перехожу к следующему Б. То есть таким образом я могу, можно сказать, за линейное время, ну там, умножимое на вычисление функции Эфи, найти своё Б. Вот, на самом деле здесь ограничение К до 10 в 11, ну, и я думаю, здесь можно поиграться и понять, что вот Б, там будет порядка, я не знаю, там 10 в 7, и, соответственно, если так линейно будет, там 10 в 6, может даже не меньше. Если я буду линейно проходиться, то я успею подобрать такой свой Б. Отлично, если вот когда мы подобрали Б, как же нам найти А? А ищут запросы, так же просто мы перебираем наше А, потому что нам это А нужно найти один раз. То есть я когда зафиксировал Б, я знаю, что мне нужно, что в нём уже какое-то количество вариантов, которое строго, которое больше либо равно, чем моё К, которое мне нужно найти. То есть мне, получается, нужно найти КТУ-Ашку, подходящую для моего зафиксированного Б. Ну, я просто буду все А перебирать по порядку, это также будет работать, ну, то есть за линию, за линию от моего Б, а Б у меня также небольшое. Вот, поэтому перебирая А, и А, ну там ничего у нас будет на логарифм, потому что мы там нот считаем, ну, там ничего страшного, там это всё успеется. Вот, перебираем моё А, и просто сравниваем, проверяем его на взаимно-простоту с Б, если подходит, ну, там, считаем его номер, и находим вот такой вот катый номер, который нам нужен для А. Вот, ну, я думаю, должно быть понятно. Это, на самом деле, один из способов, который хороший, но, на самом деле, в школе я знал немножко другой способ, который, видимо, не поможет решать текущую задачу, но он очень интересный, я вам его покажу. Мы можем генерировать вот эту последовательность дробей следующим образом. А, я не знаю, поможет разрезать здесь или нет. Ну, просто так, интересный факт. Если мы сделаем вот так, мы слева сделаем 0 дробь 1, а справа сделаем 1 1. И вот, и в середине мы будем ставить такую штуку, в середине мы будем ставить сумму по... Да, в середине мы будем ставить сумму по знаменателям и числителям. То есть в середине мы ставим 1 2, значит, в лево у нас идёт 1 3, ещё в лево идёт, ну, сумму находим, видим, да, сумму... А, я здесь ввожу, вы тоже видите. Сумму числителей, сумму знаменателей. 1 4, так это может продолжаться до бесконечности. Ну, до какого-то фиксируемого моего B. Здесь, соответственно, уже будет 2 5. И здесь будет тоже какая-то... А в эту часть у меня пойдёт 2 3 и так дальше. Так вот, если я так буду генерировать последовательность, то есть, вот это 2 3, это получается вот эта единица плюс вот эта единица, а тройка получается как вот этот знаменатель плюс вот этот знаменатель. Ну, то есть, соседняя в моей рекурсе. И если я буду генерировать так свою последовательность, то она, получается, у меня будет возрастающей. Вот такая вот интересная вещь. И эта последовательность как-то называется, но я уже забыл. Ну, я помню, что такая есть. И когда я первый раз увидел эту задачу, я думал, что задача именно вот на такую вещь. Но такой вещью, мне кажется, очень сложно решить эту задачу, потому что я здесь реально прохожу по всем своим значениям, своей последовательности. А решение, которое было связано предыдущим, я очень быстро их пропускаю. Но здесь пропустить очень сложно, потому что здесь нужно зайти во все направления рекурсии, потому что, ну, это вот рекурсии, наверное, так будут строиться. И все это проверять. Ну, это как-то так. Как интересный факт такой есть. О, следующая задачка. Задачка очень интересная. Очень простая. Задача называется кирпичная тетрамина. Задача D. В задаче требуется заложить какое-то поле размера NM с помощью фигурок из тетрица. Ну, они называются еще, по-моему, тетрамина. Это вот все фигурки, которые образуют связанную область, связанную по стороне, сложной из квадратиков, размера 4. Ну, и, соответственно, здесь, наверное, гарантируется, что мы это всегда сможем сделать. Да, гарантируется, что размеры поля таковы, что мы всегда это сможем сделать. Вот. Ну, эта гарантия обозначает только то, что у нас, раз у нас все наши фигурки размера 4, то у нас что получается? У нас получается N умножимая на M. О, какая странная M. На M. По модулю 4 должно быть равно 0. Тогда, ну, то есть, получается, раз у нас все фигурки по 4, то площадь моего вот этого всего поля должна быть 34. Отлично. Теперь, собственно, а как же строить наше поле? Есть решение, первое, которое приходит при прочтении задачки. Следующее. Вот у меня есть поле. И нитки смотрят на фигурки. Ага, у нас здесь фигурка квадратика. Вообще шикарная фигурка. Мы можем просто брать вот этими квадратиками здесь все замощать. Ну, тогда возникает такой вопрос. У нас может оставаться какая-то вот здесь вот часть, если наше поле там нечетное на нечетное, например. Ну, нечетное на нечетное у нас быть не может, поэтому вдоль одной стороны у нас точно все нормально сойдется. Ну, потому что если нечетное на нечетное, у нас по модуле будет не равно нулю, а это беда. Значит, у нас вдоль одной стороны точно будет сходиться, а оставшуюся часть мы можем заложить своими палочками. Ну, и типа все шикарно будет. То есть, я использую квадратики и палочки, могу это все сделать. Ну, соответственно, наше поле может замоститься вот таким образом, что у нас будут квадратики, квадратики, квадратики. Они вот так вот замощаются тоже ровно, Но уже осталось, когда M нечетное, то мы палочками замещаем вертикальными. То есть в каком-то случае горизонтальными, в каком-то случае горизонтальными. Это одно из решений, но есть более интересное решение, на мой взгляд, которое заключено в следующем. Мы знаем, что третермина – это все, обязательно все области размера 4. Так же ведь? Тогда мы что будем делать? Вот у нас есть какое-то поле, и у нас есть наше такое поле. Давайте просто пройдем зигзагом по нашему полю и поделим. Я пройду зигзагом, у меня получается длинная цепочка. Длинная цепочка. Эту цепочку просто нарезаю по 4. То есть что я делаю? Я здесь ставлю первые, здесь ставлю вторые, ну и зигзагом прохожу, чтобы у меня была цепочка. Здесь ставлю третьи по 4, здесь ставлю четвертые, здесь ставлю пятые и так дальше. И какой бы у меня размер поля не был, у меня могут быть совершенно разные фигурки. Ну, у меня вот здесь будет, ну, первое, здесь у меня будет вот такая фигурка. То есть основная, вот если я так прохожу зигзагом, это делается для того, чтобы мои соседние, они в любом случае будут соединены в одну. Потому что, ну, то есть соседние клетки соединены, а потом мне нужно просто нарезать по 4. И учитывая, что у меня любая тетрамина будет, я любую комбинацию такую-четырёх могу сделать. То есть здесь, соответственно, например, вот здесь у меня будет квадратик, а здесь у меня будет палочка. Ну, в общем, оно как-то будет собираться. Совершенно не важно, то есть как, но оно будет собираться. Поэтому текущая задачка могла бы даже решена, если бы у нас были, например, все тетрамины размера К. Вот, то есть представим, что у нас есть все эти, ну, правильно, они, наверное, уже не тетрамины называются, а там петрамины или гиграмины, я не знаю, ну, большего размера. И если нам нужно делать по К, мы здесь просто будем делать вот по К заполняться. К, 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 и вот так еще как раз К, и так дальше. Вот, ну, это такое более общее решение вот этой задачи. То есть не нужно, даже бы разбираться какие-то на самом фигурке есть, главное, что у нас есть все нужного размера. Задача Е, задача Е, задача Мамонты, задачка придумывалась, были школьные сборы, организованные Яндексом у российских школьников. И она, по-моему, была, ну, задачка простая, и задачка была на, ну, на теорию простых чисел, и было предложено, если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, Ромой Юдовиченко и на тех сборах. Ну, мне эта задача понравилась, что она действительно простая, и действительно позволяет, как сказать, ну, ребят, сделайте что-нибудь с простыми числами. Вот, значит, что у нас было в задаче, нам нужно посчитать количество делителей числа, то есть ничего сложного, то есть у нас есть число, нам нужно посчитать количество делителей. Но число у нас необычное, число это у нас произведение наших чисел. Это у нас A1 умножимое на A2 и далее умножимое на А, пускай будет АК. Ну и на самом деле ограничения у нас такие, что АИ меньше чем 10 в девятой, и К у нас тоже меньше 10. Это даже ничего страшного. То есть наше число оно большое, ну и просто так писать количество делителей не представляется возможным. Но мы знаем, что количество делителей мы можем взять следующим образом. Мы можем наше число N факторизовать, к примеру. То есть факторизовать – это разложить на простые числа, и для каждого простого знать, в какой степени оно входит. Ну пускай это будет P1 в степени B1 умножимое на P2 в степени B2, и так дальше P, ну давайте здесь уже Pm на степени Bm. И когда факторизую свое число, то есть известный фактор, что, можно это показать, что количество наших делителей числа N будет равно произведению всех Bитых, а, можно сказать так, произведению всех Bитых плюс 1. Ну то есть я нахожу произведение всех B и плюс 1 по всем своим i. Ну то есть произведение всех степеней плюс 1. Вот. И будем отталкиваться именно от этого факта. А теперь посмотрим на наше. То есть наше число N – оно вот такое. Оно произведение как наших чисел АИ. Так давайте сделаем вот что. Давайте просто каждое число АИ факторизуем, то есть разложим его вот в такое представление. Но у нас может получиться так, что какое-то простое число есть в двух числах АИшках. Ну то есть в двух разных числах. Ну нам, по сути, надо просто это объединить. То есть нам нужно каждое число факторизовать и объединить степени, то есть просуммировать степени для одних и тех же значений простых. Простых чисел. Ну, соответственно, тогда я получаю чисто факторизацию числа N. Ну, по чисто факторизации числа N уже очень просто можно найти на наше произведение степеней. Вот, ну и осимптотика получается… Здесь гарантируется, что вот это не присед 10-18, то есть можно особо не думать, что там что-то страшное будет. И у нас получается что? А, ну по осимптотике получается это факторизация АИтова. Это мы можем делать даже за корень от 10-9. Умножим она на К. Это мы все факторизовали. Количество делителей на самом деле получается достаточно маленьким, поэтому можно и просто их всех накопить, отфорцировать по-простому и посклеивать. Либо там можно использовать структуры данных, такие как мап, который мы можем по… Ну, в общем, склеить это уже дело такое. Дело десятое. Это должно быть несложно. Склеить по-простому. Вот. По этой задаче все. Если есть вопросы, задавайте. А мы переходим к встрече с интересной задачкой. Задача F – благотворительность. Задача F – благотворительность требовалось вот что сделать. Ну, вкратце напоминаю условия. Значит, у нас есть какие-то взносы, которые я могу делать. Как делается взнос? Я какое-то время его трачу для того, чтобы его осуществить, ну, для того, чтобы сделать какое-то время AI. А потом еще мой взнос какое-то время BI, он идет, ну, уже так в фоне. То есть мне не нужно, как бы, контролировать этот процесс. То есть AI времени я трачу, чтобы контролировать этот процесс. А следующий BI времени у меня этот процесс идет, ну, там, в фоне сам по себе. И, получается, когда наступает… Ну, и пока вот из этого времени BI, я могу взять еще какую-то другую задачу. Ну, здесь такая будет A1, здесь такая будет B1. Я могу сделать следующую задачу A2, тоже начать ее выполнить и тоже запустить делать где-то в фоне. И так я могу продолжать до того времени, пока не закончится вот какая-нибудь задача в фоне. То есть как только закончится какая-то задача в фоне, вот в данном случае вот из этих двух задач будет закончиться B2, я уже не могу делать какую-то активную работу, то есть не могу добавлять транзакции активно заниматься. То есть я, например, не могу взять A3, который превысится вот этот интервал, который вылезет за вот эти вот рамки. Ну и задача требуется что? Задача требуется сделать максимальное количество… активной работы. Запустить максимальное количество транзакций в фон. И все задачи, когда работа заканчивается, все задачи, которые в фоне – они учитываются. Они также будут вам зачтены. То есть нужно запустить максимальное количество задач в фон, чтобы они там в фоне крутились. Отличения у нас там достаточно неплохие, там до 10 в пятый у нас N, АИ тоже до 10 в пятый, и БИ до 10 в девятый. Вот, значит, ну, эта задача сводится к задаче очень просто должна сводиться. Ну, давайте сейчас и сведем. Следующая задача. Давайте представим, что у нас есть сейчас скажу. Смотрите, вот у нас есть какой-то момент времени, так? Вот если мы в этот момент времени начинаем делать задачу, АИ времени мы делаем, и БИ времени, она будет запущена в фоне. Интересно. Сейчас я подумаю, как это надо перевести. Можно как без коробки, и сколько она может перевести на себе. Да-да-да, я вот думаю, ну, вот та задача там как бы тоже сводится к задаче. Ладно, давайте сперва скажу, к какой задаче ее можно свести, а о сведении подумаем после. Ее можно свести к такой задаче, к следующей задаче. У нас есть Н работ. Каждая работа занимает какое-то время ТИ, и свою работу я должен выполнить до времени ДИ. То есть есть дедлайн для каждой задачи. И каждую задачу выполняют ТИ времени. Ну, то есть, тогда как нам нужно делать, чтобы выполнить максимальное количество задач. Вот. Ну, и у нас, собственно, сводится на наш задатчик этой задаче. Ну, здесь, что мы можем делать? Давайте скажем, что я могу выполнить все задачи. Тогда в каком порядке мне их нужно выполнять? Понятно, что если я знаю, что я выполняю все задачи, мне нужно просто их выполнять по времени их дедлайнов. То есть вот здесь, например, есть один дедлайн, здесь есть другой дедлайн задачи, здесь есть третий дедлайн задачи. Если я знаю, что я успею сделать все задачи, то я просто беру первый дедлайн, и задачу, которая привязана к этому дедлайну, ее выполняю. То есть понятно, что та задача, у которой дедлайн раньше, я должен ее выполнить раньше. Потому что, ну, как бы, если мне даже получится выполнить сперва вот эту задачу, то есть это пускай будет вторая, это пускай будет первая задача, это пускай будет третья задача. То есть если даже мне получится выполнить вторую задачу, а потом первую, и я так же успею, то я могу поменять порядок и гарантированно успеть выполнить первую, и гарантированно успеть выполнить вторую потому что если я вот здесь сперва выполню вторую и выполню первую если это все меньше чем дедлайн первой то получается действительно я могу поменять местами сперва выполнить первую это будет гарантированно меньше чем дедлайн первой и Т1 плюс Т2 будет меньше чем дедлайн второй ну дедлайн второй и здесь тоже было условие что я вторую выполню до дедлайна Поэтому максимальный вариант это выполнять наши задачи в порядке дедлайна, то есть брать задачу первого в дедлайне и ее выполнять. Но нам не нужно выполнить все задачи, мы можем выполнить не все множество задач. Тогда здесь есть жадный алгоритм, к сожалению его доказательства строгого я не могу сейчас привести, но он заключается в следующем. У нас есть, мы также будем смотреть задачи в порядке дедлайнов и если, ну и какое-то количество задач я уже на текущий момент выполнил. То есть я какие-то задачи, то есть какое-то свое время я уже потратил, то есть у меня уже есть какие-то там задачи, скажем, номера задач, которые я уже потратил, которые я уже выполняю. Тогда если вот сумма всех вот этих вот задач, которые я выполняю, сумма всех аитых, вот я выбрал какие-то задачи, плюс моя текущая задача, ну давайте здесь сумма, плюс моя текущая задача tj, которую я хочу выполнить, меньше чем мой дедлайн, ну то есть я могу выполнить все задачи, которые я выполнил до этого и выполнить сейчас свою еще задачу. То я просто добавляю индекс j в свой массив ae, ну я просто говорю, что я эту задачу тоже выполняю. Интересно происходит тогда, когда это выражение не выполняется, то есть когда это больше чем дедлайн. Тогда получается так, что я не могу выполнить все задачи, которые я выполнял до этого и выполнить еще свою текущую задачу. Тогда я вот что хочу сделать. Тогда, ну я могу просто текущую задачу пропустить, но это может быть неоптимально. Это может быть неоптимально в том случае, что, ну скажем, был вот здесь дедлайн какой-то, и я все время до дедлайна работал над этой задачей. То есть я очень долго работал, а потом идет, потом будет очень много мелких задач, ну скажем, вот будет мелкая задача вот такая, которую я не успею выполнить. Я ее не успею выполнить, потому что я до этого очень много работал. Еще будет одна мелкая задача, которая вот до этого времени, которую я также не успею сделать. То есть чуть-чуть мне не будет хватать совсем немножко времени. Так вот, в этот момент, когда у меня здесь больше будет, что я могу сделать? Я могу посмотреть самую тяжелую задачу, которая у меня бы выполнялась до этого, от нее отказаться, если она больше, чем моя, и взять свою, и тогда моя будет выполняться. Почему это будет работать? Смотрите, это будет работать следующим образом. То есть, у меня была сумма моих всех TAIT плюс TJ должно быть меньше, чем мой дедлайн. Ага, мы сейчас знаем, что у нас здесь не выполняется, у нас выполняется больше. Значит, что я хочу сделать? Давайте я возьму максимальный среди всех TAIT. Да, что у меня круглоскопочка не получается? Левая. Правая нормально, левая не получается. Так вот, я взломам максимум. Ну, и если этот максимум, он... Ну, то есть, случай тривиальный, когда этот максимум, он меньше, чем TJ. То есть, все работы, которые я выполнял до этого, они по времени меньше. Тогда я вообще ничего не могу улучшить, я просто пропускаю задачу TJ. То есть, я не могу ее взять в свой дедлайн, выполнить вместе со всеми задачами, и не могу улучшить свое время, которое я работал. Тогда я просто перепропускаю. Но вот в таком случае, что мне происходит? Вот в таком случае, когда вот это значение больше, чем TJ. Значит, что я могу сделать? Тогда я говорю, что я вот этот максимум исключаю, который у меня есть, из своих задач, а TJ добавляю к этим задачам. И вот после этого добавления, вот это выражение, оно будет работать. А почему оно будет работать? Смотрите, оно будет работать потому, что... Ну, то есть, я вот здесь какой-то максимум исключил из вот этой суммы, и я говорю, что вот это теперь плюс TJ, оно будет меньше, чем мой дедлайн. Почему оно будет так? Потому что сумма всех TAIT их была меньше какого-то дедлайна, который шел до текущего дедлайна. Ну, так как мы дедлайны берем в каком-то порядке, то вот сумма предыдущего, она была меньше какого-то дедлайна, который я делал до этого. Ну, я успел там выполнить какую-то задачу. А теперь что я делаю? Теперь из-за вот этой суммы я удаляю значение, которое больше, чем моё TJ. Ну, чем больше времени моей текущей работы. И добавляю это время работы. То есть, вот эта сумма, она становится еще меньше. Она становится еще меньше, чем D, ну, и остается по-прежнему меньше, чем D, и будет по-прежнему меньше, чем моё TJ. То есть, по сути, вот если вот я отсюда удалю свой максимум, то вот это вот выражение начинает работать. Ну, и выражение, когда вот меньше, чем D, и я могу свою задачу выполнить в любом случае. В любом случае, когда вот этот максимум больше, чем моё время текущего выполнения. Вот. И вот такая жадность, которую я так вот буду проделать после всех моих итераций, я могу узнать количество задач, максимально которые могу выполнить. Ну, если вкратце, что у нас здесь вообще происходит? Если вкратце, мы пытаемся максимизировать множество AI, то есть, множество задач, которые я выполняю. То есть, я вот, если я могу выполнить задачу, я её выполняю к своему дедлайну. Если, ну, при максимуме, при равенстве своего количества задач, я пытаюсь минимизировать сумму, минимизировать время, которое я трачу на эти задачи. Потому что, чем меньше это время, тем больше шансов, что следующая задача, которая у меня придёт, я успею выполнить до дедлайна. Ну, потому что там есть зависимость от суммы времени, которое я потратил. Вот. Ну, и вот здесь вот можно по индукции дальше доказывать, что вот эти параметры, добавляя свою задачу, я также прихожу с максимальным вот этим и с минимальным вот этим временем. Никакого другого у меня значения там быть не может. То есть, я реально считаю оптимальны эти значения. Ну, и, соответственно, и раз я количество максимизирую, то по итогу я на выходе получаю своё количество максимальное, которое у меня может быть. Вот. И да, вот здесь сказали, что вот эта задача может быть... Ну, и по поводу сведения задачи, там сводится она следующим образом. Значит, дедлайн у нас будет равен... Могу ошибаться, но вот мне интенсивно кажется, что дедлайн у нас будет равен... Это наша сумма времени. Дедлайн выполнения. Ну, это понятно, почему или не понятно, почему? Нет, должно быть понятно, почему. Мне пока явно не понятно, но я верю, что это так. Вот. А наше время выполнения будет равно аитому. Вот как-то так должно быть. Вот мне интуитивно кажется, но это нужно ещё перепроверить. Да, и на самом деле эта задача может сводиться к другой задаче, когда нам нужно построить башеньку из кирпичиков. То есть у нас есть кирпичики, у каждого кирпичика есть его вес и какой вес суммарно этот кирпичик может выдержать. И мы из этих кирпичиков хотим построить башеньку. То есть мы строим башеньку и получается наш кирпич сколько это весит и сколько это кирпичиков может стоять на нём. Ну и соответственно вес кирпичиков, который стоит на нашем кирпичике должен быть меньше, чем этот кирпичик может выдержать. А что это руками показывается? А, записывается, отлично. Так вот. И тогда у нас получается эта задача тоже сводится всё к этой задаче с временами и с дедлайнами. И соответственно я могу даже сказать, что по-моему тесты к этой задаче также просто можно скопировать из тестов к той задаче. То есть на самом деле здесь AI, которые есть здесь и BI, они сравнимы с значениями, где AI это у нас получается будет вес нашего кирпичика, а BI, хотя может так просто не сводится, ну что там такого будет, а BI это сколько он может выдержать сверху на нашем кирпичике. Да, да, именно это так и сводится, то есть мы просто, вот просто я взял тест от той задачи, я помню что-то, я тест не гигиировал, там тесты уже были хорошие подобраны по этой задаче, что там жидники никакие не проходили, не проходили какие-то переборы с очечениями более тривиальные. Вот, ну соответственно просто тесты, они просто получается, что можно брать. Ну это соответственно не единственная задача на такую тему, где можно просто тесты, ну это такая более простая, но просто по-другому формируются задачи, но все теми же словами. Вот, поэтому, ну это вот такой вот тип задачи, тип задач на жадность, когда мы можем выполнять все, сводить задачи с добавленными и контакснообразными задачами. Отлично. Если вопросов нет, идем дальше. Следующая задача, следующая задача G минимумы. В этой задаче нам был дал массив, массив длины до 10 в четвертой, и нам нужно было для каждой пары индексов найти минимум на его интервале, то есть для каждого под массива найти минимум в нем и все это дело просуммировать. Да. Вот. И соответственно, эта задача также вот со сборов тех школьников, которые были в России, и она, ну, она кажется очень простой, но она была рассказана в ней системы RMQ. Вот. Она была рассказана в ней системы RMQ и давала школьникам, ну и давала школьникам на контесте. Вот. Ну и школьники такие, о, мы знаем RMQ, но RMQ позволяет находить, делать препроцесс за Nlogan, делать препроцесс, а потом за O1 на любом интервале находить минимум. Ну, школьники так и делали. Они брали, делали препроцесс за Nlogan и находили минимум за O1. Ну, то есть выбрали каждую пару EJ и находили минимум. Вот. Но на самом деле задачу можно написать гораздо проще. Но они также перебрали вот все границы EJ и за O1 находили минимум на этом интервале. Ну, вроде все правильно и все просто. Но может быть еще проще, если что мы будем делать. Мы просто начинаем искать минимум для кого-то фиксированного E и будем искать минимум для всех правых. Так вот, как мы будем искать минимум? Мы знаем минимум в текущей клеточке. Потом мы можем почать минимум в двух клеточках. Так вот, и мы можем почать минимум до J, если мы будем взять минимум до J-1. А мы его знаем, потому что мы двигаем правую границу J. И просто добавим, сравнив наш минимум с нашим очередным элементом. Взяв минимум из двух, мы получаем минимум на этом интервале. Ну, потом снова добавляем очередную числуку. То есть, мы просто пишем квадратичное решение и пересчитываем каждый раз минимум и его добавляем в сумму. То есть, никакого RMQ здесь писать не нужно. Ну, школьники, видимо, как для практики писали, либо, видимо, не видели бы сразу более простого решения. То есть, они сразу видели RMQ и давай писать RMQ. Ну, RMQ работает, ну и хорошо, я могу его написать. Вот. О, задача H. Счастье. Я уже недавно ее разбирал, может даже будет повеселее. Задача не очень простая. В чем заключается задача? Значит, у нас тут есть дерево. Какое-то у нас дерево есть. И в этом дереве мне нужно найти расстояние между всеми парами вершинок. Значит, что есть расстояние? Значит, у нас вот здесь вот, во-первых, этот... Ой, ой, ой. Вот это все у нас, у нас есть взвешенные ребра. То есть, на каждом ребре написан его вес. V и J. Ну, и также, когда я иду по пути от одной вершинки к другой, происходит следующее магическое действие. Первый вес берется с коэффициентом 1, следующий вес берется с коэффициентом 2, следующий вес с коэффициентом 4, и следующий, ну и так дальше. То есть, следующий вес ребра учитывается с коэффициентом 2 в степени K, где K – это номер ребра, по которому я прохожу. Вот, собственно, вот такая задача. Как нам ее делать? Ну, давайте попробуем вот что сделать. Давайте сперва попробуем решить более простую задачу, научимся решать. Посмотрим, как она там будет решаться. У нас тут есть какое-то дерево. Давайте скажем изначально, что у нас нет этих коэффициентов. У нас нет коэффициентов 2 в степени I. Просто у нас оно отсутствует. Ну, тогда текущая задача может быть решена очень таким чилерским способом, который нам не подходит. Но она может быть решена вот как. У меня вот есть ребро, его какой-то вес V и J. Я знаю, сколько, я могу посчитать, сколько раз это ребро будет учтено в моем ответе. Ну, то есть, сколько раз суммарно я по нему буду ходить. Это количество вершинок по одну сторону умножим на количество вершинок по другую сторону. Ну, соответственно, количество вершинок по одной стороне я могу узнать, как количество вершинок в поддереве, а количество вершинок оставшихся я могу посчитать как n минус количество, которое здесь записано как c. Так вот, зная вот эти вот количества, получается, они все попарно друг с другом будут учитываться и будут проходить по этому ребру. То есть, когда я отсюда буду из какой-то вершинки нашего поддерева буду идти в какую-то вершинку нашего вершинки вне этого поддерева, я буду проходить по своему ребру. То есть я просто могу перемножить вот это вот количество наших вершинок, которые у нас есть в той и в другой части и, соответственно, их просто перемножить. И, соответственно, с таким количеством войдет мое ребро в aj. Этот способ нам не подходит. Этот способ нам не подходит потому, что нам нужно знать именно номер ребра, с которым он входит. А у нас здесь номер пока не учитывается. Поэтому мы сделаем вот что. Мы будем считать такую штуку. Давайте решим задачу для поддерева. Давайте решим дальше для поддерева Скажем так, что у меня здесь есть граф Я хочу посчитать Сколько потребуется времени Чтобы все вершинки моего поддерева Которые у меня есть поддереве Ну здесь еще какой-то там дальше граф есть Пришли в мою текущую вершинку И То есть они вот Каждая моя вершинка, она вот дошла до моей вершинки И Как это считается? Это считается очень просто на самом деле Вот пускай наше значение будет ФИ Тогда что у меня будет происходить сейчас? Тогда мы ФИ Пускай будет моя вершинка И Здесь пускай будет Я буду перебирать все мои дочерние вершинки И И тогда мое ФИ Есть как сумма О, это должна была быть сумма Да, что такое Значит как сумма Смотрите с чего Вот здесь вершинка Х Получается, что все дочерние вершинки Во-первых, должны были дойти до Х Так же есть? А дальше они все должны один раз пройти по моему ребру То есть это у меня получается что? Это у меня получается сумма ФХ Ну для всех Х, которые дочерние для вершинки И Плюс что? То есть они все, вот мои вершинки дошли до Х как-то А потом все они прошли по ребру Плюс СХ СХ умножимое на вес моего ребра На В и Х Я понял, главное не быстро писать Так вот, СХ это вот размер моего дерева, которое здесь есть То есть это размер дерева, это количество вершинок, которое там есть То есть получается, что все вершинки дошли до Х А потом все они То есть СХ раз Прошли по ребру В и Х Получается, я посчитал Сколько у меня вершинка будет Сколько у меня вершинки нужно Сколько всем моим дочерним вершинкам нужно Чтобы прийти в мою вершинку И Замечательно Что? Да, да, да Вот мы пока решаем задачу Что 2К, вот пока без этого коэффициента мы решаем задачку Ну то есть более простую версию Но не более простым способом То есть простой способ был рассказан Что я могу просто брать ребро И считать количество компонент Размер компонент А сейчас я говорю, что я вот буду Я не таким простым способом буду решать А вот немножко сложнее Но от этого способа мы уже перейдем К решению непосредственно нашей задачи Так вот, что у нас будет происходить дальше Вот у меня есть вот это вот решение Но у меня есть такая проблема Что получается, что все вот эти вершинки Они дошли в мою вершинку Замечательно Но нам также нужно учесть Что мы можем прийти изверха в мою вершинку То есть я могу как-то сверху прийти в свою вершинку Что мы делаем тогда в таком случае В таком случае мы тогда Вот когда Вот одним обходом мы посчитали все FI А вторым обходом мы будем считать Такое значение, что вот я прихожу в мою вершинку И я буду знать Сколько времени Понадобится, чтобы все вершинки сверху Пришли в мою вершинку То есть мы посчитали снизу А сейчас еще будем решать Сколько им понадобится времени Чтобы они пришли сверху Если коротко Оно считается следующим образом Вот смотрите У меня есть Давайте я это сотру Вот эта формула нам понадобится Ее можно пока запомнить Чтобы я ее не переписывал Ну, хотя, наверное, скорее всего я ее перепишу Нет, я ее не буду переписывать Так вот У меня есть вершинка Я иду по ребру И смотрите, что у меня происходит Я знаю все Вот эта моя вершинка И Вот эта моя вершинка Икс Я здесь как-то еще доходил То есть я знаю сумму Чтобы все вершинки Вот дошли до моей И То есть они дошли сверху до И Но это я пробрасываю свое значение То есть это я уже знаю Как ГИ давайте так как вычислять И также я знаю FI Это чтобы все они дошли снизу То есть вот как-то снизу Они доходят Так вот теперь Я таким же самым способом Просто беру их и пропихиваю Отсюда-сюда Как это будет происходить? Смотрите Что у нас будет происходить? Значит, у меня ГХ ГХ это вот Чтобы в Х вершинку пришли То есть все вершинки Которые находятся не в поддереве Х А вне поддерево Х То есть сверху Пришли в мою вершинку Х Сколько им нужно для этого Пройти суммарное расстояние? Оно будет происходить следующим образом Во-первых, это будет равно ГИ Плюс ФИ Вот эта вот вещь Она Что означает? Что это вот ГИ плюс ФИ Это все вершинки пришли в мое И Вот суммарно Но мне не нужно Учитывать вершинки Которые пришли из Х Поэтому я что делаю? Я отнимаю ФХ Но не просто ФХ Мы понимаем Мы помним, что мы отнимали Это все вершинки Которые пришли в Х Я даже могу написать вот так вот ФХ плюс ЦХ Умножимая Ну то есть на Сейчас объясню На В и Х Вот эта вот формула Вы ее можете видеть в предыдущей части Это как раз таки что? Это как раз таки Все вершинки дохода Которые вот были По дереве Х Доходили до нашей вершинки И Так вот здесь мы их исключаем То есть мы говорим Что все вершинки приходят в вершинку И Кроме тех вершинок Которые находятся в подделье Х Вот они суммарно туда пришли Отлично А теперь Пускай они еще все Перейдут по нашему ребру То есть они суммарно пришли в И А теперь еще за Вот здесь вот очень интересный момент За Н минус ЦХ Н минус ЦХ Это вот как раз есть столько вершинок У нас есть в подделье кроме как Х Умножимая Ну на наш ВВ и Х То есть все вершинки Которые у нас тут есть кроме Вот у нас есть подделье Х Которые у нас есть кроме Х Они все пройдут по этому ребру То есть они все туда пришли Кроме Х И все прошли по ребру Таким образом я могу получать суммарное расстояние Которое мы пришли в ГХ Ну и таким образом Ответ моей задачи Будет как сумма по всем ФИ ГИ Ну то есть ФИ плюс ГИ То есть ФИ это сумма прийти Из подделья в текущую вершинку И А ГИ это прийти Сумма всех путей Из вершинок Которые находятся вне подделья И Которые приходят в мою вершинку И Ну а теперь собственно к нашей задаче Кажется ну да Здесь все круто так все классно Потому что у нас нет коэффициентов На самом деле нашу задачу Можно понимать следующим образом Ну то есть Здесь вот В формулах не очень немножко поменяется Мы просто будем по немножко другому Интерпретировать Смотрите Давайте говорить Что когда я прохожу по ребру Мое количество вершинок Просто увеличится вдвое Тогда получается Что каждое следующее ребро Будет учитываться дважды Вот здесь такая вот Небольшая магия происходит Смотрите Вот у меня здесь есть Какое-то количество вершинок Ну пускай вот так здесь будет Ну и смотрите В этом подделье Вот сейчас на текущий момент В этом подделье У меня получается сколько Пять вершинок Если мне не ошибается Раз в три четыре Да похоже очень на пять И соответственно В простом моем решении Это бы ребро я учитывал пять раз Ну вот я сейчас говорю Про случай Когда Про случай Когда мы считаем значение FI Ну значение При пересчете ГИ Оно будет все там То же самое Там можно делать Точно такие же выводы Но мне нужно Чтобы это ребро Учитывалось сколько раз Ну давайте посчитаем Вот эта вершинка Делал здесь коэффициент два Вот эта вершинка Здесь делал коэффициент два Эта вершинка Здесь делал коэффициент один А вот эти вершинки Сделал по коэффициенту четыре Ну вот здесь они будут один Делал здесь два А здесь четыре То есть плюс четыре Плюс четыре Ну то есть сегодня Суммарно у меня будет Тринадцать получается Такое страшное число Но ничего страшного Вот И мы знаем Мы помним Что в нашей формуле Мы брали ЦХ Умножали на наш вес У нас была такая штука На нашей формуле Так вот Вот этот коэффициент 13 Мы будем пробрасывать В нашем ЦХ Мы просто будем Наши ЦХ менять И будет наш часть А каким образом Мы его будем менять Получается что здесь У нас размер Ну давайте Немножко здесь вот Постираю Вот эти вот Вернуть обратно И немножко Ладно Справимся так И вот я немножко Вот эти вот Сейчас здесь Постираю значения Значит Что у нас здесь Будет получаться Здесь у нас будет Один Ну здесь одна у нас Вершинка будет Но она наверх Будет прокидывать Две вершинки То есть здесь у нас Будет уже Один плюс два Вот эту вершинку Нам прокидываем две Эти вершинки Здесь по одному Здесь один плюс два Плюс два будет То есть вот эти Значальные вершинки Прокинули по две От себя Не по одной Они как бы так Раздвоились И вот эти все Пять вершинок Они также наверх Нам прокинут Удвое на значение Они нам будут Прокидывать пять сюда И вот здесь Как раз таки Уже будет значение Тринадцать То есть как раз таки Вот то значение Тот коэффициент Который мы здесь Подставляем в нашей формуле Простой Эп-Итой И вот наше уже Ребро будет учитываться Как раз таки С нужной нам степенью Вот То есть на самом деле Вот наши коэффициенты Здесь вот Как раз таки Вот наша формула Да в степени И Просто пробраться В нашем ЦХ И мы просто Увеличиваем Своё количество Как бы размножаем Наши вершинки И они нам позволяют Уже Считать количество Роберт Коэффициент При нашем Ребре Уже становится Как раз таки Нам нужным Как раз таки Тем Который нам необходим Ну потому что Вот эта вершинка При прокидывании вверх Она будет Сперва на 2 увеличивается Потом она даст Превратиться в 4 Потом 8 И потом в 16 Соответственно Как раз таки То что нам и нужно Делать касательно Ребер Ну и соответственно При пропихивании сверху Там нужно быть Очень внимательным Потому что там Н минус ЦХ На самом деле Не Н минус ЦХ То есть там На самом деле Тоже нужно прокидывать Чё количество сверху Которое у нас будет проходить Ну в принципе Формулу можно Переписывать точно так же То есть Точно такие же Сделать выводы И всё это дело Переписать Вот Вопросы Есть? Нету? Так у нас Как это Мы долг Хотя у нас осталось Немного задачек Да Я думаю Мы сейчас Побыстрому сделаем И как раз Сейчас Разберём наш Четвертьфинал Значит Задача Джейни Соответствие Ну здесь соответственно В задаче Ну просто нужно Написать то что есть То есть у нас есть Задаются Какие-то маршруты Которые заданы от городов То есть у нас есть какой-то город Есть какое-то направление И есть какое-то расстояние Мы из какой-то города Из какого-то города А1 Переходим в wool Какой-то город А2 Ну вот Таких вот есть Очень много маршрутов Мы как-то вот так ходим И какой-то один Маршрут задан Потом куда-то Задан другой Маршрут Может быть Задан А потом Может быть Задан Маршрут Который Как бы Соединяет Эти Наши вершинки То есть Я говорю Что отсюда я иду вправо и я прихожу вот в эту вершинку и наш маршрут задан не клеточками не координатами, которые я посещаю а просто номерами вершинок и нам нужно узнать может ли такой маршрут существовать в данном случае я могу весь этот маршрут поднять немножко выше и моя эта клеточка бы стала совпадать и все было бы стало шикарно но дальше например, вот я его зафиксировал сюда я его сюда поставил а дальше я бы сказал, что я вот здесь иду вправо и прихожу вот в эту вершинку такого уже могло не быть у нас потому что я уже не мог опускать мою вершинку взять эту часть и ее опустить потому что при опускании я бы опускал всю вот эту компоненту но отсюда в принципе вытекает решение что когда я иду из вершинки в вершинку все той же компоненты я должен проверить я не могу изменить координаты потому что если эти вершинки находятся в компоненте как бы я их не могу подвинуться относительно друг к другу если они находятся в одной компоненте то ничего двигать я не могу я должен просто проверить координаты выполняются ли правила, либо нет если же они находятся в разных компонентах то есть здесь какой-то был маршрут здесь какой-то был маршрут там как-то маршруты могли пресечься И я строю вот здесь какое-то соответствие То я просто смотрю Если они в разных компонентах То я беру просто всю эту компоненту Сдвигаю таким образом Чтобы она подходила под эту компоненту И говорю, что теперь это все находится в одной компоненте Вот, ну и соответственно просто Проверяю, что Ну и вот так вот Я, ну то есть Когда они в разных компонентах Я в любом случае могу сделать А когда они в одной компоненте Мне нужно проверить координаты Если координаты не соответствуют Моим городным координатам то я уже не могу ничего сделать. Можно изначально представить, что каждый маршрут у меня будет выходить из клеточки 0.0. То есть я как-то построил этот маршрут. Следующий маршрут я тоже строю из 0.0, он как-то построен. И вот если этот маршрут начинает пересекаться с моим маршрутом в точке, то я его немножко подвину таким образом, чтобы он соответствовал. Ничего сложного не должно быть, если понимать, что нам нужно объединять компоненты, и я эти компоненты могу перемещать в своей плоскости. И следующая задача, задача разница по XOR. Когда-то очень любил задачи на XOR, и тогда их появлялось очень много у меня. Это городские из того момента. Значит, что здесь нужно сделать? Количество единичных битов в XOR этих чисел. О, Господи. Значит, у нас есть интервалы. Сейчас, количество. А, количество. Интересный момент. Ну, давайте я сразу расскажу задачу. Значит, у нас есть куча интервалов. И нам надо, значит, что сделать? Количество единичных битов в XOR. Значит, у нас есть куча интервалов, и нам нужно эти интервалы с друг другом попересекать. Ну, и получить какую-то функцию от причинения интервалов. Значит, что здесь причинение интервалов. Это значит, я беру каждую чиселку вот отсюда, из этого интервала. Потом беру каждую чиселку из другого интервала. Ну, так как там вот будет какой-нибудь другой интервал. RJ. Это RJ. Джей. Нахожу значение, которое равно X XOR Y. И считаю количество единичных битов в XOR. Для всех пар X и Y мы это делаем. Да, для всех, возможно, пар X и Y мы это делаем. Сумма количества единичных. Да, и нам нужно найти сумму вот по всем вот нашим парам интервалов. И найти, ну, и интервал нам до 104. То есть мы перебираем интервал, все пары интервалов. И в каждом интервале мы перебираем все такие X и Y, которые подходят под этот интервал. Для каждого интервала мы находим XOR, находим количество единичных. И считаем по всем этом сумму. Вот. Так, а вот как мы это делаем, интересный вопрос. Почему-то я здесь подумал, что мы должны считать не количество единичных, а количество наших битов, четность бита. Если нам нужно посчитать количество, то... То-то-то-то-то... Интересный вопрос. Так, а у нас пришли ребята... Андрей, там есть Андрей у нас? Ты понимаешь, как решается задача? Мы делаем что? Мы делаем так, что мы просто каждый бит читаем отдельно. Да, вообще, смысл простая задача. Ё-моё, совсем сластарый, не могу ничего придумывать. Давайте рассмотрим такую задачу. Мы не будем рассматривать над наших XOR. Мы будем рассматривать отдельный битик. Вот если мы посмотрим на отдельный битик в нашем числе, то если у нас задан интервал LE, какой-то X, какой-то R и интервал, то мы можем понять, сколько раз этот битик принимает значение 0, а сколько раз этот битик принимает значение 1. То есть, и нам ничего больше не нужно знать. Нам нужно знать, сколько просто раз какой-то конкретный битик принимал значение 0, и сколько раз какой-то конкретный битик принимал значение 1. Ну и тогда все просто у нас получается. Что происходит? На какой-то момент времени я могу знать, сколько у меня было среди всех этих интервалов. Мне нужно только знать, сколько у меня было битиков, которые принимали 0, и сколько у меня было таких чисел, которые в этом бите меня принимали 0, и сколько у меня было чисел, которые в этом бите принимали 1. Ну и все. Я тогда для текущего интервала получаю точно такие же значения. И когда у меня получается единичка на выходе Когда в сор у нас происходит разных То есть я должен перемножить количество единичек Которые у меня были до этого Умножим на количество нулей, которые у меня есть сейчас И количество нулей, которые у меня были до этого Умножить на количество единичек, которые у меня есть сейчас И тогда я получаю единичку, которая у меня как раз идет в ответ Эта единичка будет Все эти комбинации, они дадут в ответе Прибавится у меня одна единичка Ну и пересчитать количество нулей и количество единичек, которые у меня были то есть просуммировать их вот так попарно, то есть подходя к своему и тому интервалу, я знаю, сколько у меня было до этого нулей, чисел с нулями, и сколько у меня было чисел с единичкой, в каком-то конкретном битике. Вот, то есть изначально я должен перебрать бит, который я определяю, а потом просто пробегаться по всем своим интервалам и считать, что в сколько раз этот бит будет включен. И это делать суммарно по всем, ну и посчитать сумму по всем этим значениям. Есть вопросы?